Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Литон ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Буквально на днях в России отметили День памяти и скорби. Мы все хорошо знаем, 22 июня 1941 года. Это не только дата нападения фашистской Германии на Советский Союз, но и день начала Холокоста на территории Советского Союза. Именно в этот день эта трагедия берет свой отчет. Об этом, о начале Холокоста, а также о уникальном издании, которое только что буквально к этой дате, к 22 июня, к 80-летию начала Великой Отечественной войны, вышло в Москве. Шестой выпуск сборника фронтовых писем воинов Красной Армии. Вот об этом, обо всем мы сегодня говорим с известным историком, профессором РГГУ, основателем и сопредседателем научно-просветительского центра Холокоста Илью Александровичем Альтманом. Илья Александрович, рад вас приветствовать. Добрый день! Салон, добрый день! Добрый день! Илья Александрович, я сразу с места в карьер кинусь в историю. Хорошо известно, что еще весной 41-го года в Германии были сформированы 4 Айнз-Айнз-Группы, которые предназначались. Их предназначение было уничтожение евреев или, как тогда говорили, умиротворение тыла. Вопрос мой заключается в том, почему, на ваш взгляд, почему, не только на ваш взгляд, что говорят документы на этот счет, почему инструкции для этих Айнз-Айнз-Групп в первые два месяца войны трижды менялись? Если вначале речь шла об уничтожении партийно-советского аппарата и коммунистов-евреев, в июле уже шла речь об уничтожении мужчин-евреев призывного возраста от 18 до 35, а в августе, в конце августа уже речь шла о тотальном уничтожении евреев. Что послужило этому причиной? Действительно, создание четырех Айнз-Айнз-Групп, которые должны были вслед за войсками вермахта вторгаться на территорию Советского Союза, они имели иные задачи, чем на территории Польши. Самое главное, что на территории Польши, где тоже были Айнз-Айнз-Группы, они подчинялись верховому командованию вермахта. А здесь у них были особые задачи, они подчинялись лично Гиммлеру, и о том, что задачи и цели были не до конца определены, мы знаем из письма такого второго человека в иерархии СС после Гиммлера, Гейдриха. Мне кажется, он не знал о том, что 17 июня 1941 года в Восточной Пруссии прошло совещание начальника Айнз-Айнз-Группы. Вообще удивительно, да, то есть его письме от 2 июля 1941 года с неким раздражением говорил, как же так, именно о деятельности основных задачах, в общем-то, говорилось достаточно туманно. Поэтому я дополню те документы, о которых мы говорили, именно о распоряжении Гейдриха, который не только руководил Айнз-Айнз-Группой, а потом, как впоследствии, мы знаем, он и соберет ванзейскую конференцию, которая должна была еще собраться в декабре 1941 года, обсудить результаты работы, он уточнял эти задачи. Конкретика, она, понимаете, как бы практика осуществления вот этих карательных операций. Уточню, что целью Айнз-Группы была борьба с политическими противниками Рейд. Уничтожение, вот согласно директивам, руководящих органов на том уровне, где их удавалось застать, коммунистической партии, советских активистов, саботажников, партизан и евреев. И поэтому Айнз-Группу в своих донесениях достаточно часто пользуются такими эмфизмами. То есть там, если мы достоверно читаем эти документы, то все время везде саботажники, когда они начинали только уничтожать еврейских женщин, и они должны были на всякий случай именно подобного рода вещи указывать. А, собственно, главным таким вот документом, переписка, опять же, не с Айнз-Группами, а Гиммлер, который руководил этим процессом, снизошел до того, что 2 августа 41-го года он начинает переписываться с командиром кавалерийской дивизии, полк которой действует в Полевсе, и дает ему приказ топить еврейских женщин в болотах. Вот слово «женщины» впервые в переписке или в директивах прозвучало первый раз. Осторожный командир дивизии задает встречный вопрос, а точнее не вопрос, а информирует, что топить женщин и детей в болотах сложно, потому что они мелкие, появляются дети, то есть ждут разъяснения о том, как и что быть. Поэтому еще до середины августа 41-го года вот этот вот вопрос, вы абсолютно верно сказали, что на территории Советского Союза начинается тотальное истребление еврейских общин, от женщин до стариков и маленьких детей, всех и всех. Но это проходит определенные этапы, и нацисты стараются скрывать это. Документация, которая отдаются подобного рода приказы, была совершенно секретной, чаще всего отдавалась уставам. — Илья Александрович, считается, что самая большая трагедия начала войны — это Бабий Яр, но ведь до Бабьего Яра были массовые расстрелы, если мы с вами возьмем Каменец-Подольский, но об этом меньше говорят, совсем меньше. Там было, если не ошибаюсь, около 24 тысяч женщин, детей, стариков расстреляно. Вот может быть вы объясните, почему меньше об этом говорят? Это же не меньше эта трагедия, на мой взгляд. — Абсолютно. Действовало одно и то же направление, Каменец-Подольский, потом Белая Церковь, там Блобель, который потом будет в Бабьем Яру. Но Каменец-Подольский имеет одну очень важную особенность. Она вообще для описания того, что происходило на советской территории, имеет очень важное значение. Обычно мы справедливо, говоря о Холокосте, говорим о нацистах, говорим об их каратерных подразделениях. Но в Каменец-Подольском в этот период времени оказались и венгерские воинские части. 17 тысяч евреев из Венгрии, иногда ошибочно говорят, венгерских евреев. Нет, это как и впоследствии начальный этап Холокоста во Франции депортируют иностранных евреев, бежавших в Венгрию, или там чехословацкие евреи оказались, да, люди, которые не имеют венгерского гражданства. Вот их не жалко, их гонят вглубь советской территории. Они доходят до Каменец-Подольского, это знаменитая старая крепость, Беляев, кстати, это писатель фантаста, один из первых, кто описал, в общем-то, эти события. Вот, и там их настигает Анзас-Группу с участием венгерских войск. 23 тысячи, 6 тысяч примерно местных украинских евреев, и вот 17 тысяч венгерских, они уничтожаются. Когда слухи об этом доходят, опять же, через венгерских солдат, среди которых в трудовых батальонах были и евреи, вот тогда правительство Венгрии прекращает депортацию евреев из этой страны на оккупированную территорию Советского Союза. Так что это действительно очень важный этап Холокоста. По дороге к Бабе Муяру, есть одноименный фильм, замечательный Бориса Мафцира, мы сталкиваемся с десятками, даже, может быть, сотнями населенных пунктов, Большой Хималу, где идет уничтожение еврейского населения. Но, конечно, Бабий Ярд – это символ Холокоста, на оккупированной территории Советского Союза и Украины. Илья Александрович, говоря о начале Холокоста на территории Советского Союза, нельзя обойти вниманием огромнейшую глобальную тему – это коллаборционизм, местное население, участвовавшее в расправах над евреями. Можно ли однозначно утверждать, что ими руководила исключительно нелюбовь к советской власти, которую они ассоциировали именно с евреями? Это действительно очень сложный вопрос. Я часто, работая с судебно-следственными материалами, как раз по территории России, о которой меньше известно, натыкался на то, что немало среди коллаборационистов было людей, но которые никак от советской власти не пострадали, и тем более на этих территориях, уже Российской Федерации, ассоциировать советскую власть с евреями, где их просто евреям гораздо меньше было по численности, было сложнее, чем в Западной Украине и Западной Беларуси. Когда мы говорим об этом феномене, 42 погрома в Западной Украине и Западной Беларуси, включая находивший в состав Советского Союза городок Едваб. Это, наверное, сегодня самый известный пример коллаборационизма. Им тогда, когда, скорее даже не коллаборационизм, а вот участие местного населения в уничтожении евреев. Двигали корыстные мотивы. Можно было грабить и убивать. Мы должны понимать, что на этой территории жили люди, которые в начале 20 века, в годы гражданской войны, но если не сами были вовлечены, но очевидцами они были по гробу, это было отчасти как бы привычное дело. Тут важная особенность, нужно понимать. Вот еще, например, в Эстонии погромов не было, в отличие от Литвы и Латвы. Сами нацисты, а Эстонию чуть позднее захватили, к августу 42-го года поняли, что, конечно, организация подобного рода погромов, как правило, именно организовали именно немцы, давали добро, по крайней мере, на это. Это приятная, конечно, процедура для них, но не решает ту задачу, о которой мы с вами говорили. Не получается тотальное исправление. Это не тот способ, которому можно уничтожить всех. Прячутся, убегают хаотично, зверства, так сказать, открытые до глаза. Но мотивы, которые двигали, ну что ж, мы тоже должны понимать, в странах Балтии, где депортирована значительная часть населения буквально за несколько дней до начала войны, это Львов, где распахнулись тюрьмы, там пила уничтоженных, убитых, расстрелянных при отступлении Красной Армии мирных жителей. То есть нацистская пропаганда умело использовала это для разжигания розет. И, конечно же, объявляя тезис, мы забыли сказать главное, немецкая армия вошла на территорию Советского Союза под лозунгом борьбы с жидо-большевизмом. То есть объединение национального и политического факторов. И, конечно, советские органы, там, партийные, они-то успели эвакуироваться чаще всего, а вот на растерзание было оставлено именно еврейское население. К сожалению, нашлось немало людей, которые именно на них вымещали всю свою злобу и ненависть к советской власти. Илья Александрович, теперь я хотел поговорить о вашем уникальном издании, уникальная книга, шестой сборник фронтовых писем, 54 истории, 340 писем, более 70 авторов, 4 дневника, более 200 фотоиллюстраций. Я вчера в интернете посмотрел, просто зачитался, если честно говоря, еле себя остановил, чтобы уйти спать. Но меня в большей степени, наверное, потрясло письмо, письма Давида Ильича Кеймаха. Это человек, который был комиссаром разведочно-диверсионного отряда, который засылался в Белоруссию, в тыл к немцам. И очень простые, емкие слова, но когда человек пишет, зашли в такую-то деревню, а местное население рассказали, что объявили какое-то религиозное Рождество, по-моему, там было на Рождество, в церковь народ пришел, пришла крещеная еврейка мирская, ее вместе с двумя детьми 10 лет расстреляли. Еще одного еврея, следующий рассказ, просто повесили на воротах какой-то, на входе в какую-то деревню. Вот, и вот эта вот его фраза в письме к жене, ой, если бы я тебе рассказал, что творят эти цивилизованные дикари. Илья Александрович, я все не прочитал еще. Много ли там рассказов о цивилизованных дикарях? Александр, вот я просто выразил выразить вам огромную благодарность, что вы обратили внимание, у нас уже было несколько в России презентаций, здесь никто до вас не обращал внимания на этот потрясающий документ, предоставленный нам из Белорусского музея Великой Отечественной войны. И здесь, в общем-то, такой открываемый творческий наш метод. То есть у нас публикуются письма. В данном случае это был родственник Давида Кеймаха, его однофамилец, фронтовой врач. И вот просто выясняя какие-то биографические вещи, я вдруг натыкаюсь на публикацию фрагмента письма к жене и дочери Кеймаха, что это хранится в Белоруссии, обращаемся туда, и помимо полного текста письма, получаем документ, который мы сначала с Леонидом Абравовичем оценили как дневник, потому что там вот записи практически за каждый день в течение месяца. Потом обращаю внимание на подпись, это какой-то псевдоним. И понимаем, что это отчет, заброшенного в Белоруссию одного из первых таких диверсионных отрядов, создающих партизанское движение, это еще за полтора года до того, как Давид Кеймах будет организовать охоту над гулятером Белоруссии Кубы. Вот благодаря этому наши слушатели и зрители должны понимать, что почему имя Давида Кеймаха вошло в историю Великой Отечественной войны. А вот это один из его первых рейдов. И он пишет это командой, он обращает внимание на судьбы евреев, вот эти вот потрясающие, казалось бы, мелкие детали. Там не только о евреях, конечно, уже идет речь. И вы абсолютно правильно сказали. Вот это может быть как раз и главная такая интрига нашего сборника. Авторы этих писем видят то, что происходит на их глазах. Они очень часто из дома получают какие-то сведения о своих родственниках. А что писать или не писать любимой девушке или матери и так далее. Какая-то информация, конечно, туда не проникает, в эти письма, но она как бы все время с ними. Вот эти переживания, вот эта вот ненависть к врагу, которая вот не было у нас еще такого сборника, и буквально с первых строк, с первых наших подборок писем об этом говорится. И что очень важно, вот зачастую идут дискуссии между нами, историками, которые эти письма собирают и публикуют. А что в них, собственно, еврейского, да? Кроме фамилий, авторов, информации о том, что родные погибли на оккупированной территории. Такие же вроде бы советские люди, как и все, кто воевал. Но когда мы натыкаемся, вот встречаем такое выражение, что для меня как для евреев, вот именно это важно, или я буду мстить, как еврей, да, вдруг просыпается это самосознание у, конечно, воспитанных в советской системе молодых ребят, но когда они узнают о политике нацистов, о том, что мы говорили вначале, вот тогда именно вот эта как бы война, которую они, конечно, ведут, как воины Красной Армии, но у них был свой счет с гитлеровцами, которые они проносят, и в особенно в дневниках, я должен отметить, что помимо вот названного вами количества писем, также четыре дневника, которые мы публикуем, достаточно редкие документы, и я согласен с вашей оценкой, что уникален и этот сборник, уникален сам наш замысел. В течение 14 лет, а работа эта ввелась чуть ли не с начала создания нашего центра, мы публикуем собранные нами документы. Я должен выразить огромную благодарность, и наверняка среди наших зрителей есть те, кто передавал нам эти письма, или информировал о них. Это для нас чрезвычайно важно, то есть сборник, в котором вошли документы, полученные из семи государств. Сборник, который впервые, может быть, передает вот эту вот еврейскую солидарность. Вот письма, которые мой коллега Терушкин занимался, полученные из нескольких государств мира, из Южной Африки, Соединенных Штатов, Северной Ирландии, Великобритании, о судьбе родственников они интересуются. Одновременно сообщают, моя дочь служит на военно-морской базе, сын воюет в Европе, другой сын еще тоже проходит воинскую службу. Так семья Воловичей, вот авторы этих писем, таким образом передают нам картины, рассказывают о никому, своему родственнику, советскому офицеру Соломону Воловичу, который бьет фашистов на фронт. — Илья Александрович, последний вопрос. Я хочу маленький штрих относительно уникальности этого издания. Мне понравилось предисловие, я прочитал там. Написано, вы сумели проследить судьбу каждого, чье имя упоминается в письмах, отлившица до Иванова. Тоже ведь уникальная работа, тяжелейшая работа. — Вот в этом, наверное, и особенность нашей спорта. Можно идти по разному пути. Нам иногда казалось, мы размышляли, сейчас мы публикуем в средствах массовой информации, и отдельно должен сказать, выразить признательность вашему каналу, вашему сайту. Ведь ровно год назад мы начали проект «Авторы Победы». И почему нам удалось так быстро сборник издать? Потому что благодаря вот этой публикации писем 20 изданий четырех государств опубликовали наши письма последнего месяца войны. И поэтому отклик зрителей, слушателей, мы понимали о том, что эти письма есть, и они, конечно же, играли вот очень важную роль для того, чтобы мы сумели подготовить этот сборник в такие короткие сроки. И здесь я должен отдать должность моим коллегам, Раниту Терушкину и Роману Жигуну, сотрудникам архива Центра «Холокост». Это кропотливейшая работа по различным сайтам, по архивам, переписка с родственниками. Не только авторы и адресаты. Любые упоминавшиеся лица. Я сам вот иногда поражался, находя какие-то сведения. Иногда вот, понимаете, упоминание тех или иных людей вообще приводило лично меня, человеку, которому за 30 лет что я занимаюсь темой «Холокоста», я давно перестал чему бы-то либо удивляться. Вот у нас там публикуется письма другого партизанского командира, менее известного по фамилии Ленинский. Он пишет девушке, которая ждет от него ребенка, она с ним была тоже в партизанском отряде, вот как бы по письму, война закончится, приеду, женюсь, и привет ей передает от боевых друзей, в том числе еще об одной девушке. И женится-то он на другой девушке, а не той, которой он адресует письмо. А они обе были в том же самом отряде, что и Зоя Космодемьянская. И после войны уже в современной Украине выходят воспоминания этого человека, и что оказывается, он работает практически в том же самом городе, где я закончил школу, под началом отца моей одноклассницы. И вот эта книга 96-го года с дарственной надписью оказывается уже теперь в фонде нашего центра. То есть эти истории иногда от писем переходят к интереснейшим судьбам людей, и мы где-то с ними пересекались, если вспоминать или читать наши письма, благодаря географическому указателю, вот я уверен, просто на сайте нашего центра размещены эти сборники, вот откуда бы вы ни были, из какой-то области, края, вот сегодня откройте наш сборник, и что-то найдете, связанное с этим населенным пунктом. Мы сейчас, в общем-то, начали очень дерзкий наш проект. Каждый день на сайте нашего центра появляются письма из нашего сборника, написанные ровно 80 лет назад. Их тоже было непросто отобрать, найти, нам помогают волонтеры. Наверное, не за каждый день войны у нас найдутся письма вот именно из наших сборников. Но то, что у нас есть, на мой взгляд, вот эта вот летопись войны через призму людей с фронта, из тыла, с балкадного Ленинграда, иногда с оккупированной территории, вот этот один день войны, а у нас также на сайте мы даем хронику Холокоста с 1933 по 1945 год, что на этот день происходило, вот вместе с письмами, возможно, соединяясь незримыми нитями, они придадут читателям не просто сухие факты войны, но и персонально, и лично. Илья Александрович, спасибо огромное за это интервью, спасибо вам огромное за эту работу, я не побоюсь еще раз сказать, за уникальную работу. Спасибо, спасибо огромное, это очень важно. Спасибо, всего самого доброго, будьте здоровы, до новых встреч. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго, будьте здоровы, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»